Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Юрий Аксёнов. Это геймплен, рубрика, посвященная обзору игр для Android. Ставь класс под видео и погнали! Первая игра на сегодня называется Marvel Future Fight, и это своеобразный такой экшен. Естественно, с донатом, естественно, бесплатный, но, к сожалению, пока недоступный в России. Вы можете играть сразу же за трёх героев в каждой миссии, вы можете их менять, но перед этим вам необходимо будет их разблокировать. Ну что ж, давайте отправимся в одну из миссий, посмотрим сразу же на геймплей. Также своих героев вы можете прокачивать, но это, я думаю, всем уже понятно. В принципе, динамичненькая игрушечка, но, думаю, на поздних этапах она всё-таки, наверное, потребует вливания реальных денежных средств, и это, наверное, будет печалить. Потому что такие игры, наверное, для этого в большинстве своём и делают. Ну а так, в принципе, на начальном этапе побегать можно, но потом, наверное, игра всё-таки приестся. У нас имеется джойстик для управления, также можно выбрать другой вид управления с помощью тапов, но с тем видом управления не так интересно будет играть. Сейчас, как вы видите, я играю за Железного Человека, он летает, стреляет из своих ладошек огненными такими вот снарядами, и мы можем убивать всех врагов, которые будут здесь появляться. В любой момент мы можем приучиться на другого нашего персонажа и сражаться уже им. У каждого персонажа имеются спецудары, но они восстанавливаются определённое число времени, и поэтому использовать их нужно только в самый-самый нужный момент. Ещё что я вам не сказал, здесь между локациями происходит дозагрузки, и это вот тоже немножко, наверное, напрягает и огорчает. Но, с другой стороны, это снижает нагрузку на устройство, и, по сути, это должно как-то помочь более слабым устройствам для того, чтобы эта игра шла с меньшим количеством лагов. В конце каждой локации вас будет ожидать небольшой босс, которого нужно будет победить, и после этого вы сможете вернуться в главное меню и совершить прокачку и апгрейд своих персонажей. В общем, вот такой вот экшен, в принципе, неплохой, на мой взгляд, но с донатом, с единицами энергии и прочим шлаком. Вторая игра называется Balda Hex, и эта игра понравится всем тем, кто любит игру со словами и различные такие вот игры, в которых требуется напрячь свои мозговые извилины. Давайте посмотрим, что у нас здесь имеется. Во-первых, имеется список игр, в которые вы играете, данная игра онлайн, так и оффлайн, то есть вы можете играть с реальными игроками, либо же с виртуальным противником. И, например, если вы играете онлайн, то вы будете играть со своими соперниками по очереди, то есть сейчас вот ход оппонента, поэтому я вам это продемонстрировать не могу. Какие виды игр здесь есть? Есть игра с друзьями во Вконтакте, очень удобно, можно быстренько найти своих друзей с ними, поиграть дальше, вы можете сразиться со случайным противником. Поиск противника, в принципе, быстро проходит, но иногда все-таки приходится подождать, но это потому, что еще не очень много игроков в самой игре. Есть локальные игры, это игра против андроида и игра за одним устройством, то есть вы с кем-то можете сразиться, имея в руках только один телефон или один планшет. Ну, естественно, есть еще достижения, есть статистика, есть рейтинг, в котором вы можете видеть самых лучших игроков, а, возможно, и попасть сами в этот список. Ну что ж, давайте посмотрим, чем данный вид балды отличается от других видов балды. И здесь вы, естественно, можете выбрать сложность, давайте на легком поиграем. Размер поля это 5 на 5, 7 на 7 или 9 на 9. Что же такое хекс? Хекс это обозначает шестиугольник, вы, наверное, знаете это многие. И именно этим данная балда отличается от других. То есть здесь у нас не квадратики, а шестиугольники. То есть соединять слова мы уже можем не только вверх-вниз, влево-вправо, но и еще вот по таким вот траекториям, как диагональ. То есть благодаря этому можно большее количество слов написать. Давайте попробуем какое-нибудь слово написать. Так, 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 чтобы написать. Например, слово «Мир». Для этого нам необходимо будет поставить букву «Р». Все очень удобно сделано. Выделяем слово и нажимаем кнопочку «Плей». После этого ходит наш противник. И вот таким вот образом будет продолжаться вся игра. Мне данная вариация балды очень понравилась. Очень круто то, что в ней поддерживается как и локальный вид игр, так и онлайн. То есть можно поиграть и с андроидом, и со своим другом, который находится рядом. И также с друзьями, которые находятся далеко. Ну или просто со случайным игроком с практически любой точки, ну не мира, ну по крайней мере страны. Третья игра называется 16-Bit Raider. И давайте быстренько на нее посмотрим. В этой игре вам необходимо будет заниматься торговлей, закупать пшеницу, одежду и перевозить ее в другие города, где вы сможете это все продать дороже. Что у нас имеется в крупных городах? У нас имеется, собственно, рынок, где мы можем что-либо покупать и продавать. Здесь есть две цены – покупка и продажа. И также еще есть граф, сколько у нас данных ресурсов присутствует и цена, за которую мы ее покупали. Есть банка. В банке мы можем продавать кристаллы и за это получать дополнительные деньги, покупать и продавать также наши повозки. Ну а в баре мы можем получить дополнительные задания, выпить пиво и также нанять себе рабочих для того, чтобы они вам также помогали зарабатывать деньги. У нас имеется карта, по ней мы можем путешествовать из города в город, отправляться мы можем только в самый ближайший. И это будет отнимать у вас определенное количество золота. Поэтому, если вы будете просто безудумно путешествовать, то рано или поздно у вас закончатся деньги. Итак, здесь еда, как вы видите, намного дешевле, поэтому я предлагаю закупить ее и попробовать снова съездить в первый город. И попробуем мы ее здесь продать. Как видите, цена здесь намного выше, то есть я купил за 11, а продам сейчас ее за 17. То есть с одной единицы у меня будет навар целых 6 монет. Благодаря этому я поднял деньжат и смогу что-то другое торгануть. В общем, нужно путешествовать, смотреть, где какие цены и заниматься такой вот торговлей. Но будьте внимательны, цены в городах с каждым ходом меняются. Если однажды где-то вы покупали что-то дешевле, то в следующий раз, возможно, это будет стоить уже дороже и вы прогорите. Также на дорогах попадаются разбойники, поэтому их тоже нужно опасаться. Иначе тоже можно потерять значительное количество денег. Игра стильная, красивая и интересная. Но, к сожалению, без русского языка, но думаю, никаких сложностей это не вызовет. Четвертая игра называется Рации. В этой игре вам необходимо будет провести шарик до финишной точки. Если поначалу миссии очень просты, там никаких практически препятствий нет, то потом появляются различные препятствия, мины, в которые вам никоим образом попадать нельзя. А ваша задача провести ваш шарик до специальной точки, которая находится в другой части экрана. Для этого вы что можете делать? Вы можете рисовать вот такие вот линии, от которых ваш шарик будет отталкиваться. Причем эти линии могут быть бесконечные, и если приноровиться и привыкнуть к этому, то, в принципе, легко можно справиться практически с любой миссией. То есть, например, вы можете прям вот так вот нарисовать дорогу, потом заманить сюда шарик, потом его вот так вот подтолкнуть в нужный момент, преградить ему путь и так далее. Мне игра понравилась, показалась весьма занятной. И особенно вот эти вот уже уровни, где огромное количество различных мин и препятствий присутствуют, меня еще больше радует, чем те, которые были в самом начале, потому что там проиграть было вообще невозможно. Пятая игра называется «Вторжение», и это достаточно интересная такая вот вариация дефендеров, которые вам необходимо будет... Ну, точнее, наверное, не дефендера, а наоборот вы нападаете, но смысл тут, словно вы защищаете свою базу. Что же здесь у нас имеется? В данный момент у меня присутствуют три вида юнитов. Это юниты ближнего боя, это стрелки и также еще пулеметчики. Пулеметчики на более длинное расстояние стреляют. Естественно, персонажи с ближним боем, они бьют, соответственно, только на соседней клетке, ну а лучники вот таким вот образом отстреливают своих противников. Вам необходимо будет вот таким вот образом перемещать всех своих юнитов для того, чтобы они могли отбивать вот эти вот нескончаемые потоки противников и тем самым защищать вашу базу. На начальных этапах игра очень легкая, но потом она действительно сможет вызвать сложности. Также здесь будут открываться новые виды юнитов, имеющиеся виды юнитов вы сможете прокачивать, делать их сильнее и благодаря этому, я думаю, процесс игры чуть-чуть облегчится, но тем не менее игра все равно постоянно усложняется и это делает ее еще интереснее. И последняя игра называется Tap a Tile. Давайте со второй миссии начнем, я вам объясню, что здесь и как. Ваша задача заполнить все пустые ячейки, то есть тапнув на них, как видите, одни кнопки у нас погружаются, другие наоборот вылазят и благодаря этому вам необходимо будет их все либо поднять, либо же все опустить. Серые кнопки, они прерывают команду, ну а если вы нажимаете на пустую кнопку или на синюю, точнее на зеленую, то зеленые кнопки как работают, то есть по той линии у вас либо поднимется, либо опустится в зависимости от того, где что находится. Но здесь есть подобный туториал, в котором описаны свойства каждой кнопки, то есть, например, оранжевая, как действует, как действует зеленая и, собственно, как вообще, что здесь проходить. На начальном этапе игра может показаться непонятной, потом, как вы с этой игрой сможете разобраться, она вам понравится, но миссии уже будут намного сложнее и по этой причине они будут вызывать, наверное, небольшое, опять-таки, недопонимание, но огромное желание все-таки пройти их и получить 3 звезды и доступ к следующему левелу. Ну что ж, дорогие друзья, вот и все на сегодня, всем большое спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх под видео, всем пока и до новых встреч!